Накануне организаторы форума «Сильное, здоровое, чистое» провели тщательный осмотр местности. В комиссию вошли представители общественной палаты Московской области, сотрудники администрации и жители Реутова. В первую очередь объехали все медицинские учреждения. Возникшие вопросы обсудили на следующий день уже в расширенном составе с представителями профильных министерств. Выявили несколько острых проблем, например, дефицит врачей в медучреждениях, что характерно для Подмосковья в целом, а также нехватка самих лечебных заведений. У нас есть поручение нашего губернатора, что раз в месяц главный врач совместно с представителями администрации муниципалитета проводит приемы граждан. И мы, скорее всего, возьмем за практику через 2-3 месяца приехать на один из таких приемов для того, чтобы услышать отклик наших жителей. Один из тематических блоков форума «Сильное» здесь обсудили вопросы экономики и развития бизнеса в Подмосковье. В Реутове активисты посетили завод средств протезирования, а затем бизнесменам рассказали о мерах поддержки предпринимательства в области. Допустим, сегодня в Реутове есть ряд компаний, которые не знали, что есть фонд поддержки экспорта, и мы готовы такие предприятия помогать, что есть ряд мероприятий по возмещению определенных затрат. Блок «Чистые» посвятили системе раздельного сбора мусора. Общественники проехали по городу и сами убедились, насколько готов Реутов. Во дворах увидели установленные баки для сортировки отходов. Также побывали на площадке по раздельному сбору бытового мусора управляющей компанией «Кусор». В беседе с жителями активисты выяснили, что не все реутовчане достаточно информированы о том, как и зачем сортировать мусор. Тут самая основная проблема – это работа с жителями, это донесение до них именно встречами, потому что то, что делается, видимо, листовки где-то какие-то, это не работает. Либо работа в соцсетях, прям посадить сотрудников за компьютер, чтобы он общался на эти темы, выпускал посты. Вопросы, для решения которых требуется детальная проработка или вложение большого количества средств, направят на рассмотрение губернатору Московской области. Благодаря сегодняшнему диалогу, во-первых, профильные министерства поймут, каким образом он справляет ситуацию, как взаимодействовать с людьми, а людям сегодня показалось, что их услышали, и их вопросы будут решаться. Предложениями, которые можно реализовать в рабочем порядке, займутся профильные министерства и ведомства, и непосредственно власти на местах. Такие вопросы глава Реутова взял на контроль сразу же, не дожидаясь окончания форума. К примеру, когда мы сегодня про маршрутки говорили, сейчас уже мои коллеги, заместители, уже работают по маршруткам, уже назначена встреча, и прорабатываются вопросы льгот. Поэтому работа ведется в оперативнейшем режиме, и мы постараемся в течение двух недель снять основные вопросы, которые сегодня звучали. Ранее губернатор Московской области в своем обращении к жителям региона отметил, что в 2019 году пройдет 44 форума «Сильное, здоровое, чистое Подмосковье». Все пожелания и предложения будут учтены и включены в проект программы развития Подмосковья на следующую пятилетку. Виктория Волкова, Дарья Агалакова, Сергей Сомов и Александр Попов, телеканал «Реутов».